Добрый день! В нашей съемочной группе выпал шанс пообщаться с полковником БВС, ветераном боевых действий в Афганистане, героем Советского Союза, Бурковым Валерием Анатольевичем. Валерий Анатольевич, здравствуйте! Мы съемочная группа студии Светлое Будущее, СОМ-ТВ и программа «Все настоящее детям» хотим задать вам блиц-вопросы, которые интересуют меня и моих сверстников. Для начала серьезно настоящим. Что для вас счастливое детство? Счастливое детство – это любящие родители, любящие дедушка с бабушкой. Вот тогда это счастливое детство. Мы счастливыми можем быть, независимо от возраста, только тогда, когда в нас живет любовь, когда мы эту любовь получаем и особенно, когда мы ее отдаем. Каким был ваш самый любимый предмет в школе? Не знаю, даже затрудняюсь сказать. Наверное, все-таки история. В детстве кем вы мечтали стать, когда вырастете? И ваша мечта сбылась? Ну, мои все мечты сбылись вообще. И больше, чем я мечтал. Я не мечтал быть героем. Я уважал героев. Всегда это для меня были некие небожители, так сказать. Ну, люди, которых не досягаем я. Вот. Ну, вот был удостоен звания героя. Я, правда, мечтал об одном. Мне всегда хотелось сделать что-то полезное для других. И, опять-таки, по жизни все время, ну, плохо или хорошо, некогда, говорит, судить. Я считаю, мог бы больше, конечно, если бы не был ленив. В детстве вы занимались в каких-нибудь секциях или кружках? Если да, то в каких? Да, конечно. Я занимался и легкой атлетикой, и гимнастикой. Особенно боксом занимался. Вот здесь, в Челябинске, когда уже жили. Занимался в музыкальной школе на баяне. Играл на гитаре. Вот. Очень любил футбол. Был лучшим вратарем среди трех школ в подмосковном Монино. Ну, вот такие виды спорта. Или, так сказать, точнее, физкультурных, спортивных занятий я вот любил. Настоящий друг. Какой он? Который не бросает в беде. Друг познается в беде. Вы общаетесь с друзьями детства? Конечно, да. Но это больше друзья не детства, а больше друзья вот по военному училищу, потому что детство было в разных. Отец военный переезжали из места на место. Поэтому вот таких детских друзей не сохранилось, а вот с училища, да. Куда пойти учиться? Куда пойти учиться? Вот вчера Олег Митяев отвечал на этот вопрос, да. Вы знаете, вопрос, ради чего учиться. Я могу сказать, что учиться надо всю жизнь. Это первое. Потому что это процесс... Это все время опыт жизни, она подсказывает, что ты не знаешь этого, а это необходимо знать. Вот у меня так и есть. Я всю жизнь учусь и сейчас тоже учусь. А теперь не серьезно, но интересно. Как вы относитесь к рыжим? К рыжим? Так же, как и к черноволосам. С любовью. Валерий Анатольевич, спасибо вам большое за интервью. Мы были рады встрече с вами. Спасибо большое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...